Всем привет! Я продолжаю свой видеоблог. Третий сезон Батуми. После той серии я целый день не снимал видеоблог, потому что просто ходил по городу, особо ничего не рассказывал. А сегодня я пойду в деревню Самеба. Там открывается неплохой вид на весь город. А затем я возьму в аренду велосипед и поеду в другой район Батуми. Геноа, по-моему. Я не помню, как это называется, но там очень круто. А спонсор показа Боржоми. Бейте, стоит недорога. И будьте здоровы, спасибо! Итак, мои планы немного изменились. Я сейчас должен был быть в музее братьев Нобеля, но к сожалению музей сейчас закрыт. Не знаю по какой причине, но сходил туда не зря. Получились неплохие кадры Батуми со стороны. Я пошел примерно 5 километров в сторону Сочи, кстати. Вот, но там все было закрыто. И потом поехал на автобусе обратно. Сейчас я немножко изменил свои планы. Я не поеду на гору Саребу. Я пойду туда пешком вечером, когда стемнеет. Хочу посмотреть на ночной Батуми. А сейчас я пойду домой, перекушу, и возьму в прокат велосипед, чтобы отправиться в другой район Батуми. Пока вся информация. И еду по специальной дорожке. Это мне не мешает. Быстро доберусь. Там есть очень крутая древняя крепость. Горейская так и называется. Самое древнее сооружение здесь в Батуми. И так что весь филейный пляж со скалой. Вот. Если будет возможность, я возможно с нее спрыгну. Вот что еще? Я в Гоню. Вот это крепость. Сейчас сюда пойду. Это мандарины. Прям новым годом запахло. Но они зеленые. Как бы я сейчас съела, если бы она была спелая. Оказывается, спелая. Она и кисленькая, и сваденькая. И вот в следующий раз, когда на Новый год будете покупать грузинские мандарины, теперь вы знаете, где их выращивают. В Гоню. В Грузии, недалеко от Батуми. Тут еще хурма есть. Я в Гонейской крепости. Тут билет затреварен. И тут ничего особенного. Киви растут. Ну крепость, как крепость. Ничего особенного. Шучу. Она крутая. Просто мега. И большая. О, за меня тут пахнет шмалью. Если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться. Итак, я нахожусь в Гоню. Примерно 10 километров от Батуми. И все, кто будет здесь, в Грузии, это место обязательно для посещения. Потому что мы не реально в Батуми. По моим подсчетам, вот там вот. Ровно. Запад. И там. Я уже сейчас поеду в Батуми. Я думаю, тут фахмический. А вид на горы просто охрененный. Они не близко. Нелеко. И как-то падает. И жаль, камера этого не передает, но там нереально. Какие-то туманы, что ли, он не придает особое-то место. В общем, это нереально крутое место. Обязательно посетить его. Недалеко находится крепость, которую только что посетил. Я вернулся в Батуми на велосипеде. Немного устал, проехав. В общем, пока ветра 20. Сейчас через неделю вернусь домой, в хостел. Передошу отдохнуть. Я сейчас как раз с тем еду. И пойду в деревню Сабру. Посмотрю на город с темноты. И решил показать еще одну крутую вещь в Батуми. Я очень рад ей это бесплатный фонтанчик. Вкусно. Но спонсор показа Боржоми. Они здесь очень дешевые. Всего около лари за литр пейте Боржоми, будьте здоровы. Всем привет. Я отправляюсь на гору Самебу. Наконец-то я ее правильно назвал. Она, в принципе, находится недалеко. Где-то 5-6 километров от Батуми. Вот я чуть-чуть совсем вышел из Батуми. Буквально минут 15. Вообще, ничего не напоминает мне Батуми. Как будто это какой-то промышленный город. Тут очень много каких-то заводов. Понятно вообще. Вот. Пока иду, скоро там было. Я тоже не знаю, где я. Иду в деревню. Самебу. Минимум. Наверное. Вот за что человек любит высокие горы. Это за свежий воздух. Тут просто нереально свежо. Но вид-то какой открывается. Иду в деревню. Иду в деревню. Иду в деревню. Итак, я подвожу итоги, как обычно в любом месте города, здесь центральная площадь с колесом и движущейся статуями на набережной. Если честно, Батуми мне понравился меньше, чем Билиси, по многим причинам. Все сразу же не смогу рассказать, но Батуми очень похож на Сочи. Но тут отличие в том, что сейчас, в конце октября, здесь вообще почти что нет народу. И набережная пустая, как в Адлине зимой, просто нет народу. Ну а здесь очень крутые улицы в центре. Они построены так вот, ровно, квадратиками, все одинаковые площадки. Мы взяли кварталы, помню, все четкие, красивые, старинные дороги, такие из камней, в общем атмосферка. А все, что находится за центральной частью, там уже, как бы, очень там, я так сказал, начинается и деревня. Я сам только что спустился из деревни, и мне там не очень-то особо понравилось, и там люди-то особо не очень нравятся. Ну, в принципе, здесь много чего красивого. Ну вот, если я вернусь в Грузию, то я вернусь в Билиси. Ну и завтра я отправляюсь, как раз таки, в Билиси, в Таруси. И меня ждет в Грузии еще одно путешествие. Законенное, наверное, так вот, послезавтра. Спасибо за внимание. Умейте апартаменты. Спокойной ночи.